Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова это вообще в общем-то в общем это смерть вот ну и еще хочу вас в общем-то направить на путь истинный подпишитесь на канал напишите комментарии но и все такое дальше вы знаете переступаем к программированию переходим visual studio и поехали я уже как вы видите создал только что из шаблона сейчас скажу веб-ассембли надо проверить в принципе это разница никакой или серверная часа либо веб-ассембли просто нужно понимать с чем я видел да веб-ассембли то есть на самом деле в мгновенный простой проект который я даже еще не запускал давайте запустим и собственно говоря как вы понимаете в шаблоне по умолчанию заложена такая проблема когда мы кликаем на каунтер накликал накликал 17 раз и вышел со страницы вернулся обратно вот у меня собственно гря 0 давайте накликаем еще вот 7 7 перехожу быть сюда нажимаю кнопочку возвращаюсь и опять то есть бросил это состояние и как это может победить я показываю четвертый способ давайте для начала сделаем следующее я буду устанавливать сразу сборки я просто всегда начинаю с того что нужно что не нужно flexor blazer web смотрите я буду ставить сразу на две сборки вот это который называется flexor blazer web и redax devtools мы про них поговорим чуть тоже только напомните пожалуйста ну и собственно когда сборки установлены давайте для начала я вот так вот сверну открою и здесь создам папку которую называю ну допустим store или state ну давайте state manager management так вот сделаем менеджмент ну хорошем смысле конечно вот и в этой папке в общем то раз у нас будет этот самый так называемый counter давайте сразу создам ну допустим counter state по образу и подобия как это было в предыдущих видео counter state здесь собственно говоря ничего сверх естественного все как в прошлый раз просто есть некоторые нюансы и мне нужно здесь создать свойство которое будет ну int и я назову это свойство также count ах да есть некоторые нюансы я сделаю это рекорд потому что когда используется в общем смотрите redax это такая штука которая позволяет наверно нужно остановиться на этом подробнее которая имеет такое понятие как immutable state да то есть стоит всегда дается не мутируемый то есть неизменяемый а его можно изменять только через специальные экшены через специальный диспетчер ну давайте наверное немножко порисуем что ли ну допустим вот таким вот способом смотрите допустим у меня есть какой-то экран пусть планшета и здесь какой-то юай нарисован и пусть здесь counter будет один как работает redax pattern смотрите у меня есть кнопка на которой нажимаю она запускает какой-то экшен ну давайте назовем вот экшен и этот экшен делает следующее мы передаем эту информацию в редюсер то есть специальная штука которая называется редюсер который как раз и изменяет состояние объекта и есть такая штука как store то есть непосредственно store это там где находится ваше состояние она уведомляет ваш юай тем что было какое-то изменение то есть напрямую состояние то есть вот такого вот чтобы можно было вот это вот никогда то есть этим самым гарантируется что вот это вот штука она всегда немутабельно как по-русски сказать она неизменяем то есть вы не можете я между что она неизменяемая отсюда вот этого штука не работает то есть какими-то всякими экшенами так называем вы можете изменять то есть запускать изменения процесс изменений а так чтобы напрямую обратиться к состоянию вы этого сделать не можете и собственно говоря в этом обалденная штука и для того чтобы это было действительно так здесь давайте поставим и нет ну то есть чтобы это состояние регистрировалась в ней создавался этот объект один раз и потом больше нельзя было его изменить рекорд как вы знаете он имутабель то есть создается новый экземпляр класса если так можно выразиться с новыми значениями то есть это на самом деле очень хитрая штука я не буду углубляться в подробности я просто покажу как это работает итак ну так я наверное забыл настроить давайте настроим конечно забыл давайте builder.services нам естественно нужно подключить этот самый flexor и соответственно у него есть там несколько настроек которые нам нужно собственно для options ну как бы настроить и смотрите есть по умолчанию то есть обязательная штука которая сканирует непосредственно вашу сборки чтобы подключить все вот эти вот редюсеры и экшены и все такое и давайте и вторая настройка ну я ее тоже сейчас подключу сразу же это как раз вот это то что я второй нигит пакет поставил это user.devtools и я его обычно ставлю вот таким вот образом ой нет я вас обманул я его ставлю вот таким образом и в дебаг ну или как некоторые говорят дебук здесь будет вот то есть чтобы в дебаге я потом покажу для чего это нужно и упомяну эту информацию почему я здесь так сделал в общем это все что нужно сделать для того чтобы он заработал и как я уже сказал есть такой понятие как action есть такой понятие как редюсер но здесь это строится через так называемые фичи ну давайте пока в этом месте прям создам public class counter state фича и я его следую от фичи и соответственно это как раз чтобы понимать почему здесь потому что мне нужно этот стоит обрабатывать вот этой вот так сказать фичей и здесь делаем такую штуку и естественно мне фреймворк заставит имплементировать два метода ну name все просто я скажу что меня name of соответственно counter state и здесь нужно просто изначально задать initial state то есть первоначальное состояние я скажу return а неё вот так то есть тот же самый инициализация о которой я говорил в прошлый раз но здесь реализован таким образом и теперь эту фичу я внизу вадим и фрау чтобы тоже было понятно итак у меня есть фичу у меня есть стейт который буду обрабатывать дальше мне нужно зарегистрировать тот самый давайте сделаем вот так вот красиво чтобы было тот самый action да и давайте его сделаю тоже пусть это будет рекорд пусть называется именно корее нет нет какой нибудь и собственно говоря мне нужно искать на давайте сделаем по хитрому в этот раз я скажу на какой размер этот каунтер изменить по молчанию это вот еще один участник этого процесса increment counter и давайте тогда сразу создам этот самый редюсер будет он выглядит таким образом паблик я сделаю статик вот собственно говоря теперь мне нужно здесь добавить какой-то публичный метод будет паблик опять же статик я буду возвращать здесь counter state то что делает собственно говоря этот редюсер он делает редюсер то есть каким-то образом он меняет стейт и сюда мне нужно добавить некоторое количество параметров так это у нас будет тот самый counter state и собственно говоря тот самый increment counter то есть самый action ну давайте так назовем и теперь собственно мне нужно вернуть этот самый новый стейт но так как я использую в данном случае рекорд вот здесь вот то я не могу просто обновить стейт я должен создать новый собственно стейт ну давайте сделать так новый объект который называется стейт или я могу использовать уже современный зигно в смысле новый в том смысле что я должен создать каунт который собственно говоря равен стейт текущее значение плюс что там action степ то есть то насколько он измениться но это как бы такой старинный способ можно использовать уже современные средства то есть у нас рекорд можно просто модифицировать этот стейт будет какими-то изменениями но и соответственно это можно сделать не так в общем красота неописуемая на самом деле можно и так и так я проверял это работает давайте я беру лишнее ну пусть будет тогда вот так в принципе так тоже может быть и так у меня сертифик серт, давайте я его тоже положу в отдельный файл собственно говоря это можно положить в отдельный файл в общем я хочу чтобы вы видели все всех участников этого процесса сохраним и теоретически у меня сейчас практически все должно заработать давайте запустим эту штуку и проверим что наше состояние сохраняется итак мы загрузились я кликаю перехожу возвращаясь ничего сохранилось опять не сохранилось проверяем что не так собственно тут и проверять то нечего потому что я сделал стоит но я вообще не использовал давайте перейдем в каунтер и здесь как вы понимаете мне нужно сделать и соответственно теперь его нужно здесь использовать counter state здесь у меня есть value как раз здесь у меня будет тот самый упс count и соответственно это мне переменная не нужна и это мне не нужна и здесь я хочу он собственно говоря что мне нужно сделать мне нужно подписаться на изменения ну хотя уже все работает давайте проверим что у меня теперь состояние сохраняется просто он пока никуда не передается в общем смотрите я кликаю а ну да у меня инкремента нет господи конечно же shift 35 counter state value так здесь я запутался сейчас распутаюсь я уже по старому фигачу здесь нужно по-другому делать мне нужно сюда добавить тот объект который называется диспетчер который собственно и будет вот это управлять вот этими изменениями а диспетчер вот оно и я вот так и назову диспетчер и теперь вот этот самый диспетчер который будет диспатчить то самое а increment counter action ну и здесь я могу указывать step но пусть будет пока один по умолчанию и собственно этого вот как раз достаточно то есть отличие от предыдущих это то что я не напрямую обращаюсь к state а каким то образом то есть теоретически я даже могу сюда не инжектить вот этот класс то есть вот это вот а просто загрузить диспетчер вот этот вот я могу не инжектить вот этот вот стоит а могу просто диспетчер закинуть выстрелить action и где-то там у меня это событие поменяется ну в общем давайте проверим чуть ли уже начинаю заговариваться я прошу прощения за ошибки уже устал ну и опять у меня ничего не меняется потому что я здесь чего-то видимо не делаю давайте поставим здесь breakpoint и попробуем нажать так диспетчер increment counter давайте посмотрим как он у меня меняется и где-то здесь у меня есть редюсер я должен теоретически попасть в него а ну конечно я самое главное забыл сделать смотрите я создал редюсер но моя система про него не знает мне нужно сказать что это редюсер и для этого я должен указать вот этот вот атрибут теперь система про это знает и наверняка я забыл самое главное да смотрите для того чтобы вот эта штука и вот эта штука здесь работали ну и соответственно вот это и все остальное мне нужно этот компонент унаследовать от специального компоненты, которые как раз называются Flux Component, ну давайте Fluxor, сейчас я его, а, подождите, для начала нужно написать Inherit Fluxor. Далее мне нужно написать Blazor, дальше Web, в общем, та сборка, которую я поставила, здесь нужно выбрать, так, называется, так, я забыл, как называется, Fluxor, компоненты, да, компоненты, дальше, вот, Fluxor, компоненты, то есть, изначально у меня был Blazor, компонент Base, теперь я использую Fluxor, ну, конечно же, внутри вон там где-то вот этот компонент бейсно следует, но здесь есть дополнительные фишечки, которые, в общем-то, и реализуют всю эту штуку, которая уже работает так, как нужно, ну и обратите внимание, здесь есть уже Disposed тот самый, который, в общем-то, мы будем, не будем использовать, он уже как бы внутри там, из коробки работает. Ну и честности ради, надо сказать, что если я сейчас запущу, это тоже не заработает, но я специально делаю так, чтобы вы, собственно говоря, понимали, почему я кликаю, ничего не происходит, и здесь не хватает еще одного совсем маленького нюанса, который должен быть прописан здесь. Я должен здесь написать, то есть, та сборка, как у нас за Fluxor, ее нужно подключить, потому что у меня, как бы, свои собственные реализации вот этого самого GS, как вы понимаете, без него никуда. Здесь я должен написать контент, соответственно, Fluxor.blazer.web.scripts, и здесь нужно написать индекс, то есть я должен загрузить специальную штуку, которая как раз называется скрипты для вот этого Fluxor, и вот это вот, ой, контент, хорошо, что заметил, она как раз покажет, она как раз загрузит то, что находится в той сборке. Ну, в общем-то, мы уже это не раз сделали, давайте запустим, теперь проверим. Ну, надо сказать, что это сейчас тоже не заработает, я сейчас объясню, почему. Да, действительно не работает. Смотрите, все, что мы сейчас делали, это каким-то образом настраивает работу, подключает сборки, но самое главное, что мы сделали, это мы не инициализировали как раз этот самый Store, и на самом деле, инициализировать его можно несколькими способами, я сделаю самый простой. Fluxor.blazer. Вот такая штука есть, и это, собственно говоря, теперь точно все заработает, давайте я покажу. На самом деле, инициализировать Store можно по-разному периодически, ой, теоретически там можно задать разные параметры, ну, и как вы видите, ой, все заработало, да, вот он начал работать как нужно, и, собственно говоря, я хотел сказать про то, что инициализировать можно, там добавить дополнительные параметры, это уже нужно смотреть, собственно, игра у разработчиков Fluxor, собственно, этой сборки, где есть описание, как это можно сделать, там, всякими настройками применить, ну, и, как вы видите, состояние сохраняется, все это работает, ну, давайте дальше пойдем. То есть, на самом деле, почему такая сложность настройки, потому что часть работы, которую мы делали самостоятельно в предыдущем видео, за нас уже сделали, для того, чтобы это работало, нужно это подключить, сюда настроить, здесь подставить, ну, вот, сейчас мы прошли весь этот путь, и все это заработало именно так, как мы хотим, и теперь нужно сделать, чтобы здесь был каунтер, давайте добавим, как раз, так, это нам уже не нужно, это не нужно, это не нужно, будьте внимательны, настройка, как бы, имеет значение, я пойду опять в nav-меню, и здесь я покажу, как можно показать, как можно отображать, собственно говоря, это состояние этого каунтера, сюда я сделал, а state, опять же, тот самый counter-state, и я назову его counter-state, хотя можно его сокращать, в общем-то, мне нужно, ну, давайте по образу и подобию, counter-let, counter-state.value.count, давайте запустим, увидим, что это теперь работает, но только, когда мы покинем страничку, настройка, переходим, сообновилась, еще раз, ну, в общем, все по образу и подобию то же самое, только часть работы сделала за нас, ну, и опять же, для того, чтобы увидеть изменения, мне нужно override, on initialized, то есть подписаться на изменения, counter-state.state changed, плюс равно, on counter changed, пусть называется, я теперь создам этот метод, дальше, насколько вы помните, нужно сделать state has changed, то есть без этого никуда, нужно дерзнуть механизм блейзера, и опять же, речь пойдет о том, что нам нужно имплементы id-sposable, то есть если мы где-то обязательно, нет, id-sposable, если мы где-то подписались, то очень настоятельно рекомендую отписываться, иначе, опять же, будут утечки памяти, давайте я вот таким вот образом, хопа-хопа, чтобы ваше время уже не тратить, и, собственно говоря, все, теперь у меня будет все работать так же, как и до этого работало. Запускаем, проверяем, переключаемся, кликаем, все отлично работает, выходим, в общем, все как обычно, для чистоты эксперимента добавим сюда, как обычно, counter, тот самый, еще раз запустим, казалось бы, все красиво, и к чему такие сложности, и здесь работает, и здесь работает красота. Вы меня спросите, в чем, собственно говоря, отличие от того, что было, и вот этого флаксора. Собственно, речь как раз все сводится к тому, что дает этот флаксор, и я хочу вам показать. Ой, у меня не установлен, давайте я его установлю, а давайте я прямо при вас установлю. Я прямо так вот напишу и скажу флаксор, вот так вот, редакс, нет, редакс, дев, туз. Вот ту библиотеку, которую я ставил, я сейчас ее установлю, редакс, дев, туз, или где она установляется, почему я не вижу, так, давайте я тогда вот здесь пойду. У меня, собственно говоря, h используется, и поэтому я вот здесь напишу редакс, дев, туз, вот он он, собственно говоря, get, install, и теперь, когда я его закрою и, собственно, заново запущу, ну, обновиться, чтобы настройки, вся прелесть того, что я сейчас делаю, состоит в том, что я теперь могу не просто щелкать, и как вы видите, у меня идет информация о том, какое было, вернее, какое стало, какое было, я вижу весь список всех событий, и это еще, как говорится, не все, на самом деле здесь есть еще такая штука, как проигрывание состояния, и это на самом деле очень круто, более того, меняется не только состояние, смотрите, я знаю, какой у меня был, то есть, экшен, я знаю, что он сделал, то есть, откуда он прилетел, я знаю, что он изменил, то есть, этот, как называется, payload, да, payload, то есть, что этот экшен с собой принес, я вижу, что у меня переходом по страницам тоже меняется, более того, я могу посмотреть конкретное состояние в конкретном месте, вот здесь вот оно было 6, вот здесь уже 7, я могу посмотреть разницу в состоянии, то есть, было 9, стало 10, и еще это не все, я могу включить тестирование, да, то есть, если уж нужно написать какие-то тесты для UI, я могу таким вот образом выбрать, и смотрите, у меня здесь, причем, я могу использовать жест, я могу больше использовать, я могу type использовать, я могу, в общем, смотрите, это, на самом деле, очень круто, и это дает гибкость в том, что вы точно знаете, где изменилось, что изменилось, как изменилось, на основании чего изменилось, ну, в общем, полный комплекс услуг, ну, и еще фишечка в том, что, во-первых, это все складывается в историю, обратите внимание, у меня даже переключаются страницы, и я, естественно, могу это проиграть, смотрите, я нажал play, у меня самой здесь все меняется, ну, просто красота, я много раз встречал проекты, в которых бывают очень сложные состояния, ну, просто очень сложные, и следить их изменения, когда они сыпятся с разных сторон, очень-очень сложно, здесь все ваше состояние будет у вас на ладони, и вы, собственно говоря, будете понимать, где происходит что и как, почему. Вот, собственно говоря, почему этот редокс-паттерн, вот почему такие сложности реализации, и мы с вами прошли весь путь, от начала до конца, посмотрели, 4 способа использования этих самых, как говорится, подходов, и теперь, собственно, нужно просто вам выбрать, какой вы хотите использовать, для чего, что вы будете делать, каким образом, кому-то нравится одно, кому-то другое, в общем, на ваш выбор, я на этом заканчиваю видео, пожалуйста, пишите в комментариях, насколько была полезна эта серия видеороликов, и вам всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok